Песни этой группы стали символом борьбы, а в левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Ревьют концерт группы Ляпис Требуцкой в Верхоле Пробка. Когда приехал Трубецкой, он как Моцарт, но живой. Когда приехал Трубецкой, он как Хеллис, но живой. Воины света, воины добра. Сам Ляпис вообще, вы давно знаете эти пенсии? Ну, конечно же, давно. Давно, конечно, из института, ну, конечно, давно. Под гуляночки, во дворике, да? Если превратишься ты цветочком поле, я пчелка и лепестки твои найду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно, моя ты, дудуду. Скажи мне, как тебе трибьют? Очень круто, очень круто, очень атмосферно. Как будто на концерте Ляписа Трубецкого. Только бесплатно, ну, вход бесплатный, понимаешь? Я вижу, вы являетесь фанатом группы Ляпис Трубецкой. Ну, мне нравится то, что они несут, наши массы. Очень нравится. То есть, вам нравится их философия. Что они проповедуют, как вы считаете? Ну, скорее всего, свободу мысли и, так сказать, необремененность проблемами. Сергей Михалюк, да, который вокалист группы Ляписа Трубецкого, он говорил, что счастье человека состоит в том, чтобы не взрослеть. Вот вы не взрослеете. Мне 13 лет, девочке. Девочке, ему 13, но он уже может. Я еще могу. Хочешь быть разбойником, не люби принцессу. Ножные поклонники, живые поэтессы. У них была хорошая песня Филиппу Киркорову, а у Филиппа маленькая пипа. То есть, вот это я помню. Будет следующий трибют Филиппа Киркорова? Нет, вначале мы хотим сделать трибют Йосифа Кобзона, потом Надежды Кадышевой. То есть, Кобзон на мне, Кадышева на Светике. Ну, конечно, ты запоялась. Нужно поднять немножко другие пласты. А потом сделаем, конечно, совместный трибют Децела и Кобзона. Назовем его Кобз Децел. У вас будет этот невероятный Харьковский городской фестиваль еды. Первый Харьковский ретро-фест, который планировался на 23 августа, но по просьбе всех участников и городского совета, это было коллегиальное решение, перенести его на 11 сентября, и он будет проходить в течение двух дней. Также в саду Шевченко город берет на себя большую часть организации этого праздника. Приглашать, обещает артистов харьковских, киевских. Рестораторы, участники этого фестиваля уже готовятся, я знаю, многие. Некоторые еще пока только узнают о нем, но мы готовимся уже очень серьезно. Наше заведение будет представлено, равно как и другие рестораны нашего города. Это будут тематические зоны, где будет представлена европейская, итальянская кухня, японская, будет зона для пивных магазинов, детские кафе, кофейни. Безусловно, пробка, конечно, будет присутствовать на этом фестивале, и мы являемся одним из инициаторов этого фестиваля. 11 сентября, друзья мои, Реста-фест! А что будет у вас в дальнейшем? Какие трибютки? Трибют Скрябина по многочисленным просьбам. Еще разочек сделаем этот трибют, я думаю, что он пройдет на ура. Самое грандиозное, что нас ждет, это 5 сентября, конечно. День рождения, пробки, понимаешь? Это же день рождения, нам год. Сюда приедет, знаешь, кто? 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 Алена Винницкая! Да, это экс-виагра, да, Алена Винницкая. Она приедет к нам порадовать город Харьков и порадовать пробку.